Не о супертехнике, а об элементарных благах цивилизации мечтают жители поселка Железнодорожный, что в пригороде Павлодара. Сельчане до сих пор пьют грязную воду и периодически сидят без электричества. Коммунальные проблемы власти не могли решить 20 лет, и жители обратились к нашим корреспондентам. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Ну вот все лето мы поливали вручную из скважины огород наш. Много у нас погибло. Яблони погибло, вишня. Вот здесь стенечки вишня. Сохранилась. Посмотрите, какая прелесть-то. Александра Исайенко в поселке живет 18 лет. Активно поднимает проблемы жителей перед местными властями. Уже несколько лет пенсионерка добивается строительства нового водопровода. Говорит, вода из старого стала непригодна к употреблению. Вода сейчас есть, но ее мы не пьем. Только стираем и в туалете. Она моем, посуду только найти. Почему не пьете? Ну, она просто вроде как какой-то запах какой-то. Видна труб, скорее всего, и ржавая. Это 91-го года водопровод. Трубы ни разу не менялись. Я сколько Акимат предупреждала, что у нас скоро на Сунде кризис. Вода прекратится. Лет пять я писала письма. В этом году вопрос двинулся с мертвой точки. В поселке начали прокладывать трубы. Водопровод подводят вплотную к домам. Почти 12 километров магистральных сетей планируют уложить до конца осени. Наконец-то дождались. Теперь как-нибудь сами дальше проведем воду в дом. И на этом спасибо. Хоть начали решать наши проблемы. По соседству расположен дачный массив. Там больше сотни дворов. Таисия Тлюкенкозы живет в дачном домике круглый год. Тоже хочет пользоваться коммунальными удобствами. И таких жителей здесь свыше полтысячи. Чтобы вот эту воду попить, нам приходится ее кипятить. Так как она соленая и непригодная вообще к питью. Вот видите налет вот здесь вот на чайнике. Вот это все из-за того, что вода плохая, некачественная. Просим вот, чтобы нас, пожалуйста, присоедините к ЖД поселку. Чтобы мы уже, у нас статус был действительно, чтобы нами занимался Акимат. Они каждый сам по себе. Из социальных объектов в поселке есть только сельский клуб да начальная школа. Когда-то обычный дом приспособили под учебное заведение. Дети учатся в две смены, до четвертого класса. Потом приходится ездить в школу на автобусе, в областной центр. Приходим на остановку, садимся в автобус и едем учиться в Павлодар. Вечером меня встречают родители. Одна идти домой боюсь. Хотим, чтобы у нас была своя школа, свой спортзал. Два года назад жителям предложили присоединиться к селу Житыхши. Оно в нескольких километрах отсюда. Люди коллективно отказались. Поселок у нас наш развивается. Жителей очень даже много. Домов строят, дети много. Вот школа у нас четырехлетка. Мы хотим, чтобы нам школу построили. Сейчас здесь проживают больше двух тысяч жителей. Дома строятся каждый год. Власти обещают положить асфальт на улицах. А жители добились установки мусорных контейнеров. Они считают, что будущее у поселка есть и развивать инфраструктуру села нужно. Ербулабишев, Самат Аспанов, Марат Игликов. Из Павлодара. Итоги дня.